Турция Турция Из летних направлений приоритетным остается и Испания. Дюла активно продвигает чартеры в эту страну. Тогда еще менеджер по рекламе Василий Близнецов получает задание создать серию роликов для телевидения. Я на свой страх и риск сделал ролики на стихии Гарсия Лорки. Там замечательные слова такие были. Брызжет с оконами, продетый голубой апельсин раскаленного лета. А второй был, который я очень люблю строчки, это «Входит солнце в янтарь заката, словно косточка в абрикос». Я такой радостный прибежал к Демиду, показываю ему ролики, посмотрел, вроде как бы что-то непонятное, какая-то поэзия, а где же продавать-то мы будем? Каково же было удивление, когда за неординарные ролики Дюла Тур получает престижную премию «Золотая карта». Для красноярской компании это признание в масштабах всей страны. Руководство Дюлы понимает, что на этой волне необходимо срочно развивать въездной туризм и более активно заманивать в красноярск иностранцев. Владимир Демидов решает показать им красоты Енисея вплоть до самой Дудинки. Сегодня с красноярского речного вокзала в очередной рейс отправился теплоход «Антон Чехов». На его борту около 120 туристов, в том числе из 8 стран Европы и Америки. Мы фрахтовали Чехово и привозили каждый год до полутора тысяч иностранцев. Это был уникальный маршрут. Мы с ним были на многих туристических выставках и в Берлине, и в Лондоне. И туда и делегации Красноярского края ездили. Потому что это был просто, как сказать, ну это гордость была Красноярского края, такой маршрут. Сын Владимира Демидова Илья, можно сказать, рос вместе с Дюлой. В рейс до Дудинки обратно также удалось попасть. Признается, больше наблюдал за реакцией иностранцев. Ведь север края в основном застрявший в советской эпохе деревни. «Иностранцев было, конечно, небольшой поток, но все равно они были. И когда вот этот там поезд какой-то перевернутый там стоит, что смотрели, тоже все вот так вот охали-ахали, естественно, потому что, ну, они не могли представить, что вот этот сохраняется до сих пор. И это реально с тех времен еще, с советских, это все стоит». «Гордость Енисейского речного флота. Теплоход Антон Чехов будет продан. Навигация 2003 для него последняя». Флагман нашего пароходства сотрудники Дюлы провожают с грустью. Теплоходов такого класса на Енисеи больше нет. «Мы в первую очередь потеряли продукт, посредством которого можно было Красноярский край или для Красноярского края создавать положительный имидж. Сейчас я в затруднении, что мы будем сейчас, вот в Лондоне выставка туристическая в ноябре, и я, допустим, в затруднении, что мы будем там предлагать». Впрочем, до сих пор Дюла сохранила маршруты выходного дня с ночевкой на 150-м километре. На замену же Антону Чехову пришло другое предложение. В 2004-м компания приобретает загородный клуб «Бузим». «Реконструкция базы отдыха «Бузим» идет полным ходом. Темпы превращения места отдыха советского типа в уютный туристический уголок впечатляют. Гата окончания первого этапа реконструкции назначена на начало ноября». Сейчас «Бузим» считается одной из самых комфортабельных баз отдыха вблизи Красноярска, а сама «Дюла», по мнению экспертов, все так же остается одним из лидеров местной туриндустрии. Компания активно развивает событийный туризм. Десятки красноярцев благодаря турагентству посетили чемпионат Европы по футболу, а скоро отправятся и в Лондон на Олимпиаду. Сейчас пакет предложений турагентства весьма объемен. Это и пляжный выездной туризм, и спортивный, и в том числе въездной. И пока город меняется, компания «Дюла Тур» от него не отстает. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер 292-91-35. Артем Курчава, Илья Заречный. Афунтова. Новости.